Необычный волокнистый минерал из класса силикатов – хризатил. Человечество использует с древних времен. А именно он применяется в производстве шифера, водопроводной и отопительной инфраструктуре. В строительстве, машиностроении и не только. В нашей стране имеется два крупных производства, использующих данный материал в работе. И оба относятся к заводу Кантэшепэ. На прошедшие в эти дни конференции научные круги стран СНГ обсудили плюсы и минусы хризатилового асбеста. У нас очень большая идет тенденция строительного роста, бума. Поэтому в связи с этим еще актуальнее становится применение хризатиловых изделий в строительстве, промышленности и так далее. И вообще в мире существуют противоречивые, полемические вопросы, насколько вредна хризатиловая изделия и так далее, асбестовая изделия. Мы должны понимать, что асбест – это абсолютно коммерческий термин. Мы должны, как ученые, разделять агрессивный вид асбеста – это амфиболовый и хризатиловый, те, которые сейчас широко распространяются в наших странах СНГ. Важно отметить, что существует два вида хризатила – амфиболовый и хризатиловый. Проще говоря, хризатиловый асбест менее опасный, чем амфиболовый. Из-за полой структуры и содержания магния он быстро выводится из организма и растворяется в кислой среде. В Казахстане исследования в рамках контролирования применения хризатилов происходят с 2004 года. У нашей организации собран большой пласт научных данных, подтверждающих безопасность применения хризатилов в контролируемых условиях. С данными докладами наших коллег мы выступим сегодня на конференции. Предоставим информацию о исследовании здоровья работающих, воздействия предприятия на окружающую среду, воздействия населения при применении изделий, содержащих молока. На сегодняшний день мы можем поделиться опытом как в регулировании, то есть разработке контролируемых актов, которые у нас сегодня разработаны, так и в опыте непосредственно организации производства на наших цементных заводах. Здесь больше всего используются данные материалы, где больше всего подвержены рабочие наибольшей концентрации. На самом деле у нас нет профессиональных заболеваний, связанных с асбестом. УСОКН ТШП на рынке существует уже с 1967 года. Это один из заводов, которые используют хризатиловый асбест. Предприятие выпускает фиброцементные листы высокого качества. За 57 лет существования данной компании проводилось немало исследований по воздействию на экологию и организм человека волокна хризатил. Нужно отметить то, что в 1967 году был основан завод и уже на протяжении 57 лет компания оснабжает качественными строительными материалами, применяя волокно хризатил асбест. Что касается экологии и гигиены труда, хотелось бы отметить то, что проводилось не одно исследование и по результатам этого исследования профзаболевания именно касаемо волокна асбеста не было обнаружено. Отметим, в мероприятии приняли активное участие представители научных медицинских кругов, эксперты по охране труда и представители Министерства здравоохранения и других госорганов Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии и России. Конференция предоставила уникальную платформу для обмена опытом и знаниями между странами СНГ в области обеспечения безопасных условий труда при работе с волокнистыми материалами. Рахат Батребекова, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.